Я уже не надеялся, что кто-то захочет услышать мою историю. И тут появилась ты. Какая злобная. Это отправная точка Енисейского экспресса. В Каннске для самых юных горожан организовали показ мультфильма «Маленький принц». Примечательно, что всё происходит в небольшом доме культуры в посёлке Строители. Да, мы очень рады, что в рамках Енисейского экспресса именно нам выпала такая честь продемонстрировать фильм, который проводится в рамках данного мероприятия. В это же время в городской библиотеке открылась выставка «Голоса родной земли», которая посвящена русскому песенному творчеству. Здесь можно было увидеть сборники произведений XIX века. На Руси пели всегда. Песни присутствуют везде. Песни сопровождали каждое событие в жизни человека. Поэтому сегодня, наверное, особенно важно помнить об этом. Сохранять свои корни, свою культуру, свои традиции. Не просто опомнить, но и пользоваться всем этим богатством. Через несколько часов здесь же, в библиотеке, прошла лекция на тему «Тур-потенциал края». Слушателям представили самые востребованные и интересные маршруты Красноярия. В первую очередь наша задача, чтобы жители Красноярского края начали путешествовать внутри Красноярского края. Потому что все мы знаем, что наш край второй по площади в России. Это очень огромная территория. И не все знают, в принципе, потенциал. А это уже вечерняя часть программы. В гостях социокультурного проекта «Енисейский экспресс» фестиваль-марафон «Песни России». Автор и худрук которого – Надежда Бабкина. Этот фестиваль уже 10 лет путешествует по всей стране. С одной простой целью – сохранить культурное наследие. Вы знаете, за 10 лет мы действительно огромное количество регионов посетили. И надо сказать, что когда говорят, что народная культура умирает, что она не представляет никакого интереса, это от незнания. Наглядный тому пример – это выступления участников фестиваля. Сотни горожан пели и танцевали вместе с лучшими коллективами из Каннска, Москвы, Кемерово, Абакана, Краснодара и даже Якутии. Я пойду, пойду, погуляю, белых березов заломаю, и улы, и улы, заломаю. Публика изумительная просто. Вы сами видели встречу. Толпа ликует, здорово. Кровь играет по казачьи. Скажем, раз ваш город основали казаки, здорово это. Класс. На этом движение Енисейского экспресса не заканчивается. Следующими на пути проекта станут Иланский, Назарова, Шарыпово, Минусинск и Краснотуранск. Леонид Юрков и Александр Шумилин. Новости.